друзья молодежь вряд ли нас смотрит смотрите почему я это самое написал заму президента россии по науке посвящается потому что есть у нас не средства только от них как от козлов остается том-то выше выше это придет теперь так что я видел меня всегда вот это удивляет с одной стороны помпа 27 миллионов деревьев но может и на самом-то деле высадили 20 или 8 лет но акция 27 миллионов деревьев память о погибших в рейтинге цена я видел по телевизору ребята это не шутки я набрал просто яндекс и набираю значит посадку памяти о 20 миллионов и дальше идут фотографии в тысячи а может быть сотни тысяч что вы думаете наверное я маленько посадках разбирать кто бы их научил большая часть сосен а это много сосен садили в общей сложности на несколько миллионов большая часть просто умрет я не буду сейчас рассказывать как правильно садить раз много посадки все настолько стандартно но еще ладно садят криво косо так что когда дерево встанет 10-20 лет она просто упадет а еще ночь кому нибудь на голову вот это называется садили садили еще так вы пилили старые деревья которым еще на не старая средняя им еще стоять десятки лет место освобождали под новое приказ надо выполнить а если это когда пилили старые деревья а садили на их место не старые еще раз говорю о средние вот это просто было команда давина выполнил прикажут наоборот 27 деревьев миронов спилем и кто приказал и так садить никто не умеет тот кто меня знает несколько лет прекрасно знает выделить уже не десятки сотни подарят почему для меня это кажется дикостью невероятнейший который невозможно ничем даже объяснить как возле каждой школы где проходят уроки биологии нет пришкольных участков и нет этих юных юнатов пусть не все пусть каждый десяток нету 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 там плодовых деревьев нету вот таких грядок понимаете вот это страшно что это так вот а ведь в этом возрасте это все похоже на игру все воспринимается легко понятно вот ну что это такое почему кому я обратился и то что вообще до единового даже умеет садить а не умеет никто ну из сотни какой сотни только те кто меня слышит все остальные вы знаете такой стандартная посадка поэтому я обратился зам президента россии по науке посвящается вот так конечно он это никогда не видите это знаю не царское это дело не уровень слушать обыкновенного отца долги любитель неважно с каким стажем неважно с какими регалиями но не академиков поехать дальше вот это я высказал да про пришкольные участки про то что со школ даже все умеют садить деревья до единого мы загубили именно загубили просто спилили или загубили миллиарды деревьев их надо вернуть и когда каждый из них посадят каждый из миллионов детей посадят десятки сотни правильно посадят тогда что у нас будет мы вернем земле то же самое а посмотрите что творится что творится какие катаклизмы и никто не это так поговаривает насчет этого кетского протокола сейчас ага золота остановит разбежались вот болтовни конец а потом когда смыть на крымск смыла пока 200 всех утонул этой ночи наших с вами детей и женщин вставлять вот так ладно грустная тема я начал потом вот этот самое смотрите я собрал я собрал кимашка с этого куста это вечно степная сколько литра 3 до литра 3 этих самых плодов вот это особые плоды в них внедрена гены черешни я про это рассказывал не хочу повторяться на данный момент здесь 7 ведер максимум доходило до 8 ведер вот эти кусты надо возрождать но теперь мы можем возрождать их только через косточку меньше они уже не будут некоторые будут крупнее повторяю я внедрял гены черешни но я вам про это рассказывал куст ему исполнилось это было 20-летний куст это уже 30 лет он умирает просто он должен уже умереть я так удивился что он напоследок все заплодоносит 3 литра на нем еще оказалось вот ну и эти кусочки я буду продавать потому что это самая самая неприхотливая самое выносливое самое морозтое для вишни в мире я назвал и степной потому что она может степи на ветру расти и повыносит так немножко может земле прижмется вот так вот железов надо отменить дебильную программу по биологии и учить детей реальным знанием в школьных садах парка хиллесу ни одного часа за парком представляете есть лес есть сад школьные не школьные но весь я бы не удержал если бы там школа моем это рядом несколько километров поселок сезая да школьников ко мне привозили я бы им рассказывал или может быть учитель биологии бы рассказывал хотя чё не знаю вот что не знаю я еще раз говорю когда-то когда 11 класс запустили делали вместе с 11 класс вот предатели придурки и сволочи вот это вот заставили детей учить и вот это и вот это а вот это а сейчас было объявлено самим президентом будем всех учить они как будто она не знает что их уже научили ну как научили мне никто не стал запомнить это невозможно на программе это есть а дальше идет аг помните я издевался над этими три вопроса угадай какой угадать надо прошло там было или все три правильных у меня крышу сносило я все три вижу правильно или два из трех правильно или если уже спорные то ни одного правильного и вот это вот люди совершенно некомпетентная может компетентная но как это дитям расшифровать они этого не смогли они настолько опорочили извратили и получилась ненависть к этому биологии также как где пресс к этому классика школьной литературы знаете это испорчитать не могу классик с тех пор я присылал тысячи книг и на пристал больше всех в россии может быть или почти больше всех но классиков я только увижу нет все эту комнату не нельзя темнеет раз только после этого и мешаешь мне только после ванны нельзя там развлекать закрой дверь больше не мешай ладно так вот как я с ними строго теперь вот это вот повторяю надо отменить дебильную программу учить детей реальным знанием что такое реальное знание которое пригодятся которые создадут новые парки новые сады здоровья повысить чек знали бы девчонки как они гробят свое здоровье в школе и после школы и днем и ночью мальчики становятся чуть ли не гейны того что у них 24 часа в сутки перегреваются яички это ужас какой-то вот это вот предательство дебилизм извините что еще раз проект наталья рук питер она мне позвонила и пришла фотографию это ее первый персик счастье неимоверное и тут же за это учеба поэтому слушайте внимательно счастье неимоверное дальше стоит ну пусть одно дерево а я это надо в чем 7 а это надо много я сейчас можете будете первые во всем во всем питере как очень просто сколько выставить их кончик слив я не помню она говорит но сколько не помню тоже не помнит но пошло у нее где-то около 60 прекрасно купите у меня полторы десятка веточек персиков или два десятка скажу возьмите два-три черенка вот и приведите на все 50-60 слив почему я только закинулся пропи она меня поправила я говорю что самое лучшее я говорю конечно абрикосы у нас же питер у нас и сыр а я тогда и задал вопрос про сливы про китайские оказалось полно зашло по двое готовы если у тебя пойдет тоже половина она автоматом станет первое на все это на весь регион а потом на весь северо за это одна из самых моих фанатичных учениц вот пожалуйста успешно успехи что те более сердце вот звонил петр из петербургской области и мне пришла фотография номер прислал ватсап а я не умею перекидывать сюда и потом мне нужно были разъяснения и он мне по телефону сказал эти церкви не упал и я оставил по моему нас он говорит это прививка на лучок нет на расскажу не на сливу очень позже вспомню а вторая то что я назвал сенсация возле войны это у него прекрасный сажен получился прививка на писяную вишню то есть еще и напутно но я поздравил это все впереди планеты все я с 20 лет спросил пришлите меня полносящий персик на песчаные вишни крупнейшие в россии питомник прививки на эту самую вишню на песчаную абрикосов он и произвел десятки тысяч может где-то и плодоносит но если даже 5 плодоносит из десятков тысяч то это не показать и второе крупнейший абрикосовод сибири или не называю на том свете он тоже не произвел наверное не одну тысячу это же на писяную вишню это же до сих пор по всей сибири еще хотя бы один и вдруг с аренбургской области товарищ садовод по имени петра значит пришел фотографии которые с трудом разглядел на телефоне на вижу что прекрасно и тогда я сказал тебя большое у вас это большое будущее если у вас удачно и выдавили до подношения абрикос на вишни песчаные вы теперь с той же вишни берите косточки делайте с той же вишни с той же вишни это ему по телефону и с этого дерева брать уже черники естественно абрикосов хороший сорт какой я не помню так абрикоса и сделать второе поколение потом опять косточки с этой же поняли да все по двое просто вспоминайте это мои эти самые посылать все по двое и теперь берете уже черники со второго поколения потом опять начинки с третьего поколения из 1 на 4 а с 2 на 4 3 на 4 4 на 5 и не ждать плодоношения переносить переносить пройдет 5 лет и вы обладатель нового это говорю не вам первому петру я не знаю рассуждение или нет смотрите ли вы винары но я просто сказал петра Я уже нескольким сказал У вас получилось Черешня на вишню У вас получилось слива на абрикосе У вас получился абрикос на сливе Это же все самое, только несколько поколений Это будет насыщение Ментора по И наслоение ментора По железу Это близкие две темы Я уже столько раз про них рассказывал Я просто вы поняли, что первый поколений на второй Второй на третий Проще пареной эпохи Наука этим не занимается, заниматься не может Не имеет права Когда-то еще я впечатался Не по интернету Мне ученый, довольно солидный ученый Сказал по телефону Если я этим начал заниматься Меня в чертом этой воле Кто им дает темы, я не знаю Но они теряют в десятилетии Уже десятилетия Сейчас я закрою дверь А то они нам дадут Сонька Дверь закройте и тише Сорвете вебинар Что делать Дети ваше будущее Я уже на сыновей не говорю Я не надеюсь уже на локер В общем, Петра я поздравляю Он обещал представить фотографии Но пока не пришел Если пришел, еще раз вернемся к этой теме Так, Алексей Виноградов Ну, этот мужик уже покруче Вот Он нашел много раритетных деревьев в своем Я его так зауважал Он искал и нашел Деревь им было по 30-40-50 лет А не где-то по двое, где-то привое А вот Виноградов Вернул мне Уважение к самому себе Не признала наука Признали 100, 50 И примерно Мошеннических сайтов То есть Вот Без моей фотографии Как бы они продавали Это горькая шутка Так Почему он будущая звезда садоводства? Ну, сразу ничего не делается Я надеюсь, что когда-то Будут Когда наши придут И там, помните, я обращался к этому Заму по науке Кто-то из наших туда попадет Совершенно случайно Не может быть, чтобы из 100 было 100 Я не говорю дорогого Нет, равнодушно Рынки завалены, эта продукция А? Леонид Савинич Сколько вы сказали? 40 обработок Отечественной яблоки Какое хрен импортозамещение? Отечественная 40 обработка Им подходить нельзя Их только сняли с дерева Сразу в помойку Или куда там Компост Во Сам Они же отравленные Они же перетравят нам всех жуков, пауков Они же перетравят всех этих Самых Червей Нет Даже туда нельзя Думайте, ребята Куда девать отравленную продукцию Которую уже Если у жена 40 обработка Вот так Поэтому Вся надежда Что когда-то Нас У меня уже нет Поздно будет Потому что еще пройдет 5-10 лет Пока вот это Поймут, что Детей все больше больных И ни одного ребенка В школу здорового не поступает Никого не вовлит А Вот эти вот самые Плоды без химии Это Это Только вот такие вот Могут производить Вот, например, Алексей Виноградов Самостоятельный мужик Ну что-то от меня перенял Например Первая партия Червейко была такая Академик Королевский Рыжий Курдюм Теперь думаю, где что Ну, Берки мне повесил И вот результат Что это спрашивает? Фаина Не, ну вы посмотрите на эту фотографию Это же черенок от железа Ну, пусть не Фаина Пусть это академик Да? Это академик Вот Но все равно здорово, да? Вот Некоторые черенок северцев Получается великолепно Великолепно Тут он Ну, ошибиться было трудно Слева и слева Вот Королевский Нет, вы знаете Это скорее всего Королевский Он не такой Так, дальше А дальше они уже Эти самые Как сказать Не вызовавшие Подождем Ну, полюбуемся Поздравляю Поздравляю Шайбол В смысле Молодец Молодец Алексей Вы кудесник Вот Мои желания Мои надежды На вас оправдались Я так не хотел Чтобы кто-то из тех Кто давно со мной дружит Друг сказал Да все это Туфта Все попередохло А? Ну и я еще раз Возвращаюсь В прошлый вебинаре Я вам показал Абрикос Сеяны Мне иногда кажется Что это не Грамматическая ошибка Вот этого Самого Вологодского Питомника Не грамматическая А запутать мозги Что вроде бы Сенцевая Напиши Сенцевая Сказать А они привиты Вот железовая Мне кстати Часто ссылается На меня Когда говорят Половина будет Диким Я никогда не говорю Что половина диким В моем суде Вообще нет дикарей Кроме Мусурийская груша Вот И этих самых В лесу растут Сибирь Все остальное Полукультурное Даже Манжурские абрикосы Но Я всегда говорил Гарантии никому не дам Так И в результате Значит Они приспособились Так Что он написал Не сеянцевый А сеянный Запудрили мозги Так Что люди просто думают Наверняка Половина тося А может 90% Все это привитые Ну Заумное слово Сеянное Ну конечно Когда-то что-то сеяли Например Подвой Да Ну и вот что Получается И то что я тогда Помните Не сделал акцент Я почему вернулся От Недельно От пенал 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 Их правильно Почему я вернулся К этому Сказать Потому что Я крупную букву Я забыл Вот на этот Акцент сделал Изображение Товара на сайте Но это же Согласитесь Что это не их Сотня сайтов Украло Эту фотографию А не только Гошенко Ну украло Громко сказано Присвоило Вот Но если ваш кошелек Присвоят Это не украли Так и тут Смотрите Может отличаться От фактического вида Товара Фото Представили Для визуального То есть Вот вам Лапшу А что на самом деле Сказать Почему это Они сами Не знают Вот это вот Секрет Секрет Все питомники Продажные Купил Продал Вот Они не знают Даже Что вообще Продают Но Самый честный Сайт Потому что Он написал Вот это Могут Отличаться Видите как Честно И наконец Как они Мне понравились Не будем кривить душой Это они когда Обманывают нас То есть Надежды на Какой-то Спросите нас Что это будет не то И наконец Последний Многие садоводы Обращаются К нам В поисках Саженца Для прививки То есть По двое Сеянные абрикосы Прекрасно Подходят Для этого То есть Вам нарисовали Вот такой А получится Вот такой Почему Я сто процентов Уверен Откуда бы они Это Самая ближняя Это Крым И Молдавия Украинцы Тоже деградировали Уже Но Польша Там растут То что мы называем Жердель Могут Треться Прям вдоль дорог Сто километров И растут вдоль Большие Крупные Очень В селе Змеевка Где Это самое Я бывал Десять Двадцать раз Отдыхал Это Береставский район Вот Там уже Никого не осталось Горько И дом уже Снесли Вот Где мы жили Мои предки Но это ладно Но дело в том Что там Кажем в дворе Непривитый Абрикос Огромный Жер Вот такие вот То что И называется Жердели Жерделя В общем У них Несколько Названий таких Вот Они Если Посадить Привить И вам продать Вот это и будет То есть Они вот Плоды Здесь В 5 раз Здесь Смельчат Они будут Сладкие Тесосладкие Горькие Несколько 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 Даже Еще раз говорю Прекрасно Подходит Для этой роли То есть Для Подвоев Ребята С Молдавии С Крыма Какие хрен Подвои Где они Выживут Даже если вы Вырастили Увидели Вот такое Вот Давай Переполивать Они Дальше Дальше Они просто Замерзнут Даже если Вместо Вот таких Клодов Выдавить Все-таки Идем дальше Мое Последнее Китайское Предупреждение Садам Урал Еще одно Значит 7 фотографий Моих Присвоены Они Я показывал Несколько Месяцев Назад Вот Тут были Так и написано Было По-английски Сады Урала То есть Логотипы были Вот А я сказал Ребята Миралеева Обращался Когда-то Даже Дружбу Предлагал Но Именно Зачем Нужно Купи Продай Вот Имея свой Питомник Что-то Простенькое Выращиваю Вот это Все Купи Продай Нет У них Здесь было Написано Сады Урала Вот И когда Я обратился Через Вот так Вот Вебинар Логотип Исчез А дальше Все Осталось Вот Но Я не буду Позорить Дальше Не буду Показывать Убирайте Мои фотографии Это одна из семи И вишни Мои И сливы Мои Абрикосы Мои Даже яблони 500 граммов Плодами Самая крупная Септа Мои У нее название Уже есть Такой Полописальный Болдинг Зелезово Переименовали На их сайте Висит Единственное Убрали Логотип Видимо Испугались А на каждом Было написано Сады Урал Поперек Вот Убирайте Чертую Матерь Я с вами Не сотрудничаю Я не хочу Чтобы Глядя в эти Прекрасные Люди Обманывали Есть вариант Б Вы Покажете Свои Абрикосы В своем саду На Урале Я не возражаю А еще Кого прошу Вот адрес Свой телефон Позвоните Первый вопрос Где материнсад Второй вопрос Откуда дровишки Вот Я хочу выписать Но боюсь Это не все Это я предупредил Потому что Они Не так поняли Мое Это Возмущение Вот Предложили бы деньги Я бы отказался Я в машинской схеме Составлять не буду Стоять не буду Вот Теперь Кладовая алтая Недавно я это увидел Так Ну Первым делом Естественно А как же Без моих фотографий Вам же она не надоела Помните 56 этих Случа Присвоения 56 Вот Или один из 56 Или еще плюс К ним добавился Да Скидку сделала Единственное Что не обманули Обычно пишут Абрикос Успех Почему-то А здесь Серафим Не обманули Вот Естественно Фотография моя Где дровишки Откуда Вот Я хотел бы знать Я полезу дальше Смотрите Извините Мне было интересно О Моя груша А тут тоже Вот это Кто-то ее когда-то Обозвал Колновидной Сапфиры Но груша моя Вот И называется Она С утра Она называлась Лада Еще сегодня Утром Она была Напоминаю Здесь Растло дерево Дерево свежего С веткой Вертикальный Муз Все десятки Сайтов Это еще Плюс один Вот так Я говорю Я лезу Такие сайты Есть много Мошеннических Их гораздо больше В интернет-магазинах Они же как Все наляпали Но раз нет Моих фотографий Я думаю Ладно А то уже Кое-кто Может Насчет Размущаться Сколько можно Но я же Должен все научить Вот И я еще Кое-чем Вас все научу Так вот Смотрите Подразумевается Что это Вот тут Растет Растет Получается Колонна Напоминаю Почему я называю Мошеннической Это все Сайт Мошеннической Потому что Ни одной Колновидной груши В природе Нет Их нет Ни одной Вообще Нету Вот просто Нету Ни одной Груши Так же Как сливы Абрикосы Персиков Черешни Вот Смотрим Дальше И меня Умерила Что это Это Сайт Как Урал 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 Ага Ага Давай Урал Ну Покажите Нам Где У вас Черные Абрикосы Давайте Вот Черные Абрикосы Давайте Ага Я уже не говорю Про Роскошные Вот эти Подографки Вот И Хабаровский Вас растет А это Алтарь Еще Смотрим Ну Это Там Также Фотография Потом Его Программа Сели Крупный План Вот Они Какие У них Есть Только Осталось Набирайте Самое Как Телефоны Вот Они И Скажите Первое Значит Покажите Маточин Сна Второе Откуда Так как Показать Не смогут Откуда Дровишки Вот Это Есть Подавал Знать Сколько Люди Еще Тысячи Купят Они Дороги Тут Скинули Цену 450 Полторы Бутылки Водки Вот Или Две Если Отравлены Две Бутылки Водки Стоит Такой На самом Деле Все Это Умрет Потому Что Где Взять Дальше Говорить Не хочу Вот Так Ну И Наконец Я Еще Набрал Колонны Опять Говорю Вот Если Вот Эти Фотографии Из Интернета Не Ваши Что Говорите Что Вы Вы Покажите Колновидные Яблони На Сибирские Девы Пожалуйста Я Послушаю Насмотрелись Идем Дальше Вот Это Кустик Который Не потерял Своё Зачем Когда-то На эту Вишню Было Привито Желтая Черезня Она Дала Несколько Урожая Благополучно Скончалась Пока Мы Все Думали Вот Веточку Перенесем Пока Подождем Еще Перенесем Наконец Она Умерла Она Была Отпилена А вот Эти ветки Пошли От подвоя Вот У меня Большое Подозрение Что А ведь Это ветки Не просто Ветки Это Вишня Волос Сибирская Стамба На нее Черезня И привалы Всегда У меня И будет Всегда Но Где Желтая Вишня Черезня Есть Или Нет Это Может Установить Только Кто Ну Наверное Уже Не Сергей По Моему Его карьера Заканчивается Еще Несколько Ред Будет Продавать Саженцы Ну Как Селекционер Считает Он Вот Жизнь Достала Так Вот Кому То Эти Веточки Достанутся И Знаете Когда Отрицали Ветативную Гибридзацию Настолько Устарели Вот эти Все данные За И Против И Кто-то Пытается Объективно Разобраться И все Вот этот Приводит Этот Пример И приводит Когда Приводит Пример Берут Так Сказать Сообщники Допустим Мендель С его Запомнили Обязательно Говорят Про горох Как будто Больше Ничего Никогда Никогда Ничего Не скрещивали Делали Вот Получается Так Что Эта Тема Открыта Я себя Называю Почему Вот Если Я вижу Вот Такой Вот Или Вспоминаем Несколько Минутами Раньше Мы Давайте Вспомним Петра Из Курганской Области Да Вот То Что Я Повторюсь Он Привил Степную Вишню А Еще Он на Терн Перевел Прекрасно Но он Считал Что Успех На Терне Больше Я говорю Нет Петр Терн Это Все Таки Близко Родственник Кабрикос А вот Этот Самый Вишня Извините Песчаная Это Таня Родственник Поэтому Как там Сказал Берем Веточку Переносим Вот И Тоже И Вот Понимаете Я говорю Я Железом Вот Хотя У меня Не раз Обзывали Выдающимся Невеально И прочее Я Учитель Денью Почему Я только Подсказал Я дальше Уже не буду Мне 70 В августе Понимаете Я просто В отчаянии Я подсказал Кто-то должен Эти веточки А у них Есть родословная Потому что 13 Примерно Лет назад У меня есть фильм Снятый Когда Я угощаю Этими Желтой Черешней Это единственное Дерево Как был Желтый Так Доспорное Испутать нельзя Угощал Телевидение И она есть На диске На одном Из учебных Дисков Где я учу Садить Деревья Есть Это дерево И сейчас Оно есть И вот Костя Напишет Какое Будет Ну с метра Этим веткам Цены Нет Это доказательство Ну нельзя Сколько Можно Продать Черт Алгород Который В 18 Веке Или В каком Даже Век Не помню Какой Вот И о чем Вот Оно Будущее Я знаю Что Потом Деньги Попросит Дочеринка Вот Нет Попросит Но это Будет Вот Тех Более Надежно Скажем Вот Это тоже Я сегодня Делал фотографию Быстенько Перейдешь Сюда Смотрите Начали Есть Эти Как Птицы Вот Это Год Осовый Начали Не Давай Даже Как Следует Покраснеть Вот Это Осовый Год Вешний Меньше Обычного Слив Китайских Меньше Обычного Вот Много Чего Меньше Обычного Я К чему Говорю Я К тому Говорю Что В этом Году Видимо Так как Мой сад Не один Тут их Сотни Кругов Получается Что Раз Начали Клевать Для меня Это Призг Того Что Это Везде Малые Выражения Я Могу Даже Уходя С Союз Сад Сказать Рано Начали Клевать Вот Это Вот Мое Единственное Последнее Дерево Шелковицы Видели Прекрасную Фотографию Видели Перенос Уже У двоих Есть Плодносящие Потомки Ветки Брались С этого Дерева Укоренялись Дерево Из-за То Что Надо Было Много Дерево Дерево Загубил Сами Видите Сильно Много Веток Отрезал Сколько Было Однолетних Все Отрезал А Все Таки Это Шелковицы Это Южное Дерево Сибири Пусть Оно Уже Адаптировано Но Все Таки Все Относительно Сейчас Татьяна Беславная Зарезова На шее Двое Малолетних Детей Которые Ничто Не Слазят Берется Укоренить Шелковицу Раз И Бесшипный Крыжовник Под названием Черный Принц Вот И Получается Что Кстати Это Название Дублирует То название Есть такой Абрикос Но Это Именно Черный Крыжовник Бесшипный Так вот Вспоминаем Елена Александровна Призвала фотографию Суферинска Тут Без всякой Селекции Как минимум Они не хуже Да Вот И Находится Тоже укоренить И продавать Саженцы Не знаю Потянет Нет Ужас Когда Ребенок Только Спущешь Рук Орет Час Два Пока Одноруки Не Возьмешь Вот А так Получается Помните Предлагали 10 тысяч Засаженец Однолетний Но К сожалению Пока Еще Плавно Посмотрим Ну И по 10 тысяч Она Продавать Не будет Это Было бы Наглость Так Чернобаев Это Моя Как бы сказать Копия Садоводческая Это мой сад Дублер А если Приглядите Здесь Очень большой Врага Смотрите В дальний план Внимательно Эти плоды Увеличатся До Полукилограмма Это Гигант Подмосковья Почему Я показываю Патеряю Две Сорокоградусные Зимы Плюс Теплейшая Зима Но Деревья Плохо Ушли В зиму У него Например Жуковская Вишня Вообще Пустая У меня Еще есть Хоть Слава Богу Вот Это Несмотря Что У него Теплее Сюда На Пару Градус Городская Черта С одной С другой То есть Тут Можем Выращивать Что Угодно Ну И Плюс Любовь Деревь То есть Страха Никакого Нет Все Что Перенес От Меня Все Плодоносит И Это Дерево Снял Попутно А Главное Константинович Караул Вторая По Крупности Это 300-400 Грамм Но Не обязательно У меня Было Дерево Которые У них Все Вот Такие Были 120 Грамм Вот Это Дерево Которое Называется Из Бельгии Которое Называется Лесная Красавица Караул Константинович Приезжай Уже Лебозат Мне Она У меня Покраснела С чего Бородит Я Вертел Головой Вертел Ну И Высок Предположение Они Покраснели От стыда Как А Вот Так Небрачные Половые Связи Рядом Вождет Двери Нарядных Епимов С красным Пидами Воспринимаете Это серьезно Или как хотите Ну Покраснели Можете Ошибся Может быть Здесь нет Никакой Теряги Терегонии Нет Никакой Польше нет Но Фак Налицо Константинович Приезжай Что случилось Вот Вам И Лесная Красавица Разве Неинтересно Вот так Друзья Платные Обучающие Программы Ночами Не спались Месяц Мы готовились Мучились Тренировались Наконец Мы создали Платные Обучающие Программы Здесь 30-40 часов Если Вот это Знать Внимательно Включить Сразу Выходите На уровень Академики Да Какой Академик Академик Это Не то Что Не умеет Что Можно Научиться Академик Они Живут В другом Мире И Вот Получается Что Уже Последний У меня Вырвалось Себя За 5000 Куплю Куплю Не купили Когда Перед этим Купили За 5000 Это было Месяц Два Назад Короче Все Наши Трубы На смарку Это Уникальная Вещь Которую Не знает Ни один Выпускник Кемереза Вот это Вот Я думаю Так Антон Валерьевич С вами Не успел Посоветоваться Давайте Так Снижаем До 3000 Это Тех Кто Параллельно Покупает Хоть Полсотни Костек Вот так Минимальный Заказ И Это Плюс 3000 Но Меньше Нельзя Потому Что Многие Станут Профессионалом Они Сопрона Вот Только Это Самое У нас Сильно Много Проблем А это Наш Заработ Извините За такой Цинизм 3000 Рублей Для тех Кто Что-то Купит Закажет Я думаю Антон Не будет Взражать Потому Что А как И носить Все равно Не покупает Знаете Этот Снимок Сделал Где-то Дня Три Назад Да Посмотрели Поехал Сергей Железов Боднеров Поехал 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 Червенков Вот Вот Один Из них Представляете Что такое Черешня Такая Потом Соотношение Вишни Черешня И Висши Соместимость Отдельно Так Поговорим А пока Смотрите Здорово Да Скажем Что это Ни херешно Так Ну а Железов Все Это За день До пуска Магазина Усваивать Новую Профессию Вот По питомнику Я уже прошелся Знаете С чем Я прошелся С это С ножовкой Уже вижу Где Задыхаются Деревья Мешают Друг Друг Я уже Десяток Выпидел Сам Не дожидаясь Потому что Люди Поедут Стыдно Будет Что это 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 Уже Не питомник Маточный Сад Даже Для маточного Сильный Пирос Я чуть Ниже Покажу Фотографии Поймете Как Из питомника Делать Маточный Сад И Всегда Это Запомните Мои слова Взяли Гектар Взяли Пять Сейчас Под Подармощенку Люди Покупают А потом Не знают Что делать Вот Некоторые Аж кедрами Засадывают Хотя Плотник Когда Дача пойдет Лет через пятьдесят То есть Вы не знают Что делать Или Если садят Как тот Мой друг Сабазы Посадил Шесть Гектар Потратил Восемь миллионов Выбросил Деньги На ветер Я вам Показываю Кому надо Повторю Пришите Запрос Или В интернете Увидим Это На сайте Видите Или попросите Константинов Пришли Эту горькую статью Под названием Обазар Шаг вперед Два назад Это работа С отечественными Питомниками Сейчас бы Уже И проще Было Сейчас бы Таких бы Прислали Эти Хотя У него Через три года Еще На ладан дышали Но Это еще Были отечественные А Вообще Это История Сласть Восемь назад А сейчас Все Видели Я вам показывал Бральский Сибирский Брар А я к тому Говорю Что все Когда-то Кончается Похоже Селекционера Не получилось Но это Не значит Еще Завтра Может Кто-то Позвонит В Москву Скажет Ну ладно Скажите Сыну Пусть Закрывает Свою Лавочку Вот Эту Передает Какому-то Родственникам И срочную Москву Вот А вот Это Его Питомник Это Я От Вышел Оттуда Магазин Прошел Несколько Десятка метров Все Переросло И самое Обидное Что Еще Двух Трехлетки Можно Было Купить А сейчас Уже Эти Поздно Покупать Сильно Густо Мешают Друг Друг Я Взял Сюда Ножок Но Я Только Начал Видите Уже Плодоносит Растут Быстро Хотя Поливать Все Редко Даже До Питомника Редко Уже Плодоносит Видите Сильно Густо Сильно Густо Вот С этого Края Еще Допустим Можем В этом Пошел Второй Год Вот Тем Которые Вот Там Дальше Пошел Третий Год А сейчас Покажу Четвертый Год Это Крупный План Прям Питомники Растет Он Должен Был Бы Стать Образцовым Уже Садом Так Ну Еще Надежда Продам Продам Слышим Монотворить Вот Эти Уже Трехлетки Вот А вот Это Вот Еще Совсем Другое Это Прикупленный Участок Лично Я Занимаюсь И Специальная Обрезка И Пожалуйста Хотя Рискую Страшно По всей Округе Бушует Рак Мои Пока Не Оставлял Оставлял Три Ну Где-то Четыре Почки Вот Они Поперли Верх Так Вот Теперь И допустим 20 штук С каждой Можно взять Максимум Три черенка То есть Не тратить Время Вот На Это Знаете Неудачно Короткий Срез Сильно Длинный Срез Опять Сильно Длинный А он Все Меньше Меньше Черенок И Остается Верхняя Который Надо Выбросить А Выбросить Не Жалко И Тогда Получается Жалкий Сажен Получается Если Сейчас Ну Снимай Дел Неделю Назад Получается Впереди Еще Две Третьи Лето У нас Была Очень Холодная Весна Вот Еще Они Вырастут Ну Два Раза Точно То есть Будут По Полтора Метра И Все Равно Три Черенка Умножаем На 20 Есть 20 60 Дерев Можно Привить С этого Дерева Всего Лишь А Если Кажем Почку Брать То Можно Привить Не 60 А 600 А Мы Еще К этому Вернемся Ну Вы Уже Поняли Или Маточный Сад Вот Он И Короткий Век Дерева Я Буду Показывать Такие Калечи Страшные А Вот Этот Я Не Стал Калечи Знаете Почему Это То Что Сад Урал У меня Связывали 500 Подарают 500 Граммов Яблони 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 Вот Они Уже Сейчас Такие Вот Будут От 300 До 500 Граммов И Как Видите Я Маточными Стал Делать Почему Боюсь Я Боюсь Того Самого Страшного Самого Страшного Вот Этого Самого Который Мы Сами Не Имея Поддержки Науки Помощи От Не знам А что Называем Бактериальный Рак Рак Это Страшное Слово А Бактериальное Это Потому Что Это Не Грибы Грибы Нет Грибов Яблони 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 Грибочек Из Дерево Не Содрал Я Не Грак Как У нас На Модурных Деревья Губить Вот И Наконец Я Специально Видите Это Та Самая Которая Называется Леврала Вот Она Видите Моя Яблони Моя Фотография Которая Я назвал Болдинг Грибол Вот И Бои Виде Я Ничего Не Обрезал Честно Видите Вот Так И Живем Это Еще Не Все Это Вот Сколько Он Продержится Надо Рассчитываться С Долгами С Кредитами Деревня Нищая Зря Он Рассчитывал Чтобы Быстро Обернет Деньги Потрачено На Покупку Магазина На Все Прочее На Оборудование Вот Еще Будет Торговать 2 3 4 Года Люди Затем Богаче Не Станут Тенденцию Просто Так Не Переломить Напечатывают Деньги Инкликация Все Соберет Вот Получается Что Покупателей Наверное Не Прибарится Этот Предпоследний Год Предпоследний Возил Красноярска Последний Год Уже Никто Красноярска Не Заказал Все Все Потихонечку Умирает Вот Ну Вот Что Я Надеюсь Деньги Как сказать Куда Пристроиться Сейчас Экологи Нужны Просто Диплом Куда Ни Пойти Очень Много Требуется Департаменты Разные Вот И Получается Что Ходили По Хутору 500 1000 22 Сотки Домик Небольшой Без Оделки Усложенный Избросил Маленький Вот Нашли мы Эти 500 1000 С ней А помогать Никто Не собирается И кто Будет Это Все Продолжать Неизвестно И никому Не надо Знаете Если бы Как то Получилось Что Вот Допустим А может Такое Случится Мы со всеми Мирами Перешлились И Может Случится Так Что У нас Исчезнут Яблоки Груши Абрикос Сливы Перчики С прилавками Да Полностью Тогда Окажется Что Все Что Президента Пообещали Импортозамещение Вот Немножко Яблок Сорона Производит И те 40 Обработит И что Яблоки Меса Их нельзя Даже в компост А травят Чем-чем Тормать Так Людей травят А попробуйте В компост Придется Это Это Можно Вызвать Экологическую Фотострофу Я без уронии Говорю А вот Это Вот Ни капли Вот Ни капли Федохимикатов Как так Можно Да Можно Оказывается Здоровые Деревья Не болеют Вот Все Что Летом Планы Строили Все Это Что Яна Садна Землю Не получили Коронавирус Загнал Красноярск В результате Сергей Взял В руки Топор Я ему Помогал Я покажу Вам Как это Делается Чуть ниже Вот Михаил Пугачев Приветствую Константинович Я так Понимаю Ваш Сынок Сергей Хочет Заброситься До После Выплаты Кредита Ведь Продаж Нет Из-за Привозы Саженцев Правильно Вон На ней Я еще Не всем Показал 200 рублей Знаете Как на Западе Делают Я смотрел Фильм Производство Савинцев То ли Итали То ли Голландия Станок Стоит Под кучка Савинцев С корнями А тут Кучка Этих Самых Откуда Берется Пучка Станок Заметьте Вставляется В станок Чик Вот так Вторая Веточка Чик Чик Секунд Двадцать Саженец Полностью Готов Секунд Двадцать А я За день Лучше Годы Пока у меня Здоровье Было Больше Стать Делать Не мог Ювелирная Работа К сотне Подхожу Крыша Едет Ноги Опухшие На колени Вот такие Опухшие Не зря Я потом Пришлось Деньги Заработать Вернуть Сто тысяч За то Чтоб Мне Лазером Уничтожили Вены Сто тысяч Считайте Что я зарабатываю Их же и отдал А я же Без халявы То есть Вот Видишь Слово Халявы Не я сказал Вот это Товарищ Значит Применил Слово Халявы Так Вот А у меня Та ее Не было Помните Еще могу Показать В конце Не дойдем Два с полнометра Кроны Все за Одно Лет Сибирская Вот Это без халявы И вот У меня Чех Говорит Я бы На вашем месте Чтоб По-честному Было Вот это Слово По-честному Перевозные Сажатся А подарки Завшие питомники Давал бы Клиентам Халявы Все любят Ну допустим Перевожу Нормально Я им продал Конечно Не рассказываю Потому что Они все Погибнут Естественно Что Южные Пять штук А шестой Свой С моего питомника Вот ради этого С моего Значит А расхаляву Значит Еще и подарил И да Считаем Пусть люди Посмотрели бы Что лучше Сами И убедившись Что в следующий раз Извали ваш питомника Заказывали бы Вы человек Принципиально На такое не пойдете Видимо Но иного пути нет На следующий момент Ну то есть Обман Однако Советую Переходить на торговлю Превозными И свой бонус Давайте Как преимущество Перед конкурентами Сажатся Это и мой бизнес Но если бы я продал Только Двое питомника Я бы давно разорился Поняли Вот это вот Принципиально Если бы я продавал Я бы давно разорился Вот именно так И случилось С нашим питомником Варианта 2 Или разоряешься Вы знаете Этот самый случай Я про него рассказывал Я про него не помню Дальний Восток Научное учреждение ГСО Сорты Испытательные государственные участки Зарабатывал 8 тысяч Или 9 Как Это Самый Руководитель И 35 тысяч Кочегаров Не кочегары Мы Не полотники Ну что получается Что Михаил Пугачев Прав Так А Сережки Переходи Переходить на это самое Как он Ваш сынок Сергей Переходить Заказать партию Продавать их по 300 рублей Чтобы Разбирали Как говоришь Пирожки А я то верующий Я то знаю Что мне отвечать придется Я надеюсь Что мы в раю Помудем Не Не отдыхайте Вы знаете Я один раз Когда на богословскую тему Взял И ляпнул Следующее Самое страшное Наказание В раю Будет Это Безделье Это и будет Наказание Представляете Человеку Ничего не надо делать От безделия Он сойдет с ума И попадет Опять В этот Ват А Я бы не отказался Поработать В советском саду Пришлось сидеть Так Я бы давно развелся Пришлось бы сидеть Белочки на шее Не жалко И свою печень Не прожил бы Ну то есть Его заставили Мошенничать Это не первое письмо Все на полном серьезе Вот это читать не буду Сами прочтете Так Вот В конце пишу Жду подобного приглашения Для Сергея Еще я скачок Из Москвы Или Мечеринска Это экономия Сотен миллионов рублей Или же прав Профессор Капецов Трофея Страна идиотов Вот так вот Посмотрели Поняли В каком я нахожусь Настроении Все рушится Это Кончается Моя селекция А сколько Планов Вот Господи Хоть бы Цевинить бы дал Кто-то бы гектар Заплатил за гектар А дальше Уже как Сами бы вытянули Вот так Делать Пришлось бы Сами саму торговать Так Здравствуйте У меня вопрос К вам Нет я пропустил Извините Добрый день Что вы все За Сибирь Да за Сибирь Свет Крым Он на ней сошелся Что все гении С удовольствия Туда прутся Да Это слух Мы так Тарались сюда Припереться Я так мечтал Я Хвороженец Украины Есть более перспективные Места для садоводства Это Крым Краснодар Вот мороженое края Надо было Обязательно Ехать Чтобы садоводством Заниматься На югей стороне Не надо бояться Что все выше снега Замерзнет Разнообразие сортов Огромное И тут должны быть Талант Для садоводоработки Чтобы еще больше Сортов создать Должны быть А кто должен Если институт Университет А в Сибири Если ты не железа Одни ронетки Антоновку есть приходится За косики молчу Все ребята Антоновки нету Все Еще хуже Чем мы написали Если ты не железа Сейчас В каждой области Есть Маленькие Как сказать Гиганты Есть только в районе Маленькие гиганты Гиганты То есть Они Способны Расти Расти До гигантских размеров Повторяю Я учу Учу И распространяю Семечки Косточки Еще и Самики Все это Заполнит По новому Никуда Мы от этого Не денемся Другое дело Медленно Десятки лет Там Хватило бы Только надо Новые программы Дать Для институтов Научно-сельских Еще бы Научить Куда еще Можно было Савидович Ну конечно На предпокадательскую Работу Открыть Эту кафедру Ни одной Кафедры В России Садоводства Ни одной Вы представляете Чем угодно Занимается Только не садоводством Представим себе Что у нас Завкапедра А допустим У нее Ах У нее нет Еще этого Ни аспирантура Ни степени Вот А я вам сейчас Расскажу Я вынужден Это рассказать Почему Потому что Вы меня как бы Задели За живое Ведь это же Просто как сказать Это как порка Вот Чего-то Я не поехал В Красноярске Мне больше делать было Не хрен В Красноярских краях Я поступал В этот Московский МФТИ Лучший институт России Не прошел Что мне было делать Идти подметать улицу Вернулся В Красноярске Почти на родину И давай Это Самое Учиться на медицинскую Кто знал Что у меня Мозги Особые На тот момент Программы По которой Сдают экзамены В любой институт Любой вуз Даже в школьные программы Они не рассчитаны На выявление Этих самых Этих самых-самых Будущих генеров Мы Тупеем Вся страна Тупеет 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 Самое последнее Страшное Надо детей учить Генетике Я вам показал Эту генетику Еще Учи Еще Более Боже Мое И вот Получается Что Смотрите Например Новые Должны Будут Приходить Сразу Через Ступенник Иначе Мы не выходим Я работаю На виске Работаю Лет 10 За мной Простого Старшего Мастера Уже Слава Была Жесточайшего Чайка Потому что Когда я только Пришел Пускали Новое Гидрометодическое Отделение Самое Крупное В мире А меня Здорово Назначили Еще Этим Самым Старшим Мастером Так Называем Гамова Номер Два И вот Это Гидрометодическое Отделение Держалось Только На Честном Слове Специально Говорю Потому что Это Мы берем Шире Не только С этого Вообще Пускаем Ничего Не идет Ничего Не делается Авария За аварией Стоим Планы Рушатся Ночами Не спим Пытаемся На живую Нитку Все Титановое Любая Железяка Если попадется Через месяц Она сгнивает Полностью Сто процентов Как мы Держались Непонятно Люди Одна Рада Что Это Самое Десять лет На пенсию И вот Я Сижу На этом Самом Это Я специально Говорю Потому что Сейчас Лучше Не стало И Норильск Лучше Не стал Там Где я Работал В самом крупном Мире Отделением Командов Так уж Вы Представляете Сколько Этих Алкоголиков Какую Я славу Заработал И вот На десятом Году Суванок Приезжайте В гостиницу На речку Мы вас ждем Директор Московского Института Цветных Металлов И Замдиректор Приезжаю От Тебопольства Угораю Норывает Мне Коньякор Вот И После Третьей Рюмки Говорят Мы вас Приглашаем На должность Завлапа Любой Б Потому что Это же все А я растерялся Жильем Пообеспечим Я говорю Поймите У вас одни Эти доктора И кандидаты А нам нужен Инженер Почему Они Замечательные Они умные Они все Они дисциплины Не знают Я же простой Этот Инженер Простой инженер У меня просто Выше образование За вами Слава Жесточайшего Руководителя Вот эти слова Когда я успел Заработать Я уже не помню То есть помню Сколько я там С этими алкоголиками Воевал А когда выгонял Очередного Я еще На месте Сам работал Становился Передел Пустой Ну Вытянул Вытянул И вот еще Второй момент Идет совещание Не сразу Все наладил И Отсчитывается Там Примерно Зам Допустим Сам У нас был завод А это был комбинат Который сейчас Допустим Заместитель Что вы от нас Хотите У нас В проектном Институте Работают Одни Неграмотные Девчонки После вузов Вот они Вот это Слепили Вот это Гигантское Гидрометаллическое Отделение Гигантское Которое Уже столько Людей Погибло К тому Времени Вот Которое Уже столько Принес Убытку Что вы Хотите Вы же Не пойдете На ихнюю Зарплату К нам В НИИ То есть Ну Практически НИИ Вот так Вот было Вот такие Кадры Были А люди Гибли За металл Вот это Вот я говорю А сейчас Нам нужна Новая кровь Совершенно Потому что Лучше За эти годы Не стало Аварии в Норильске Я почему Вспомнил Потому что Вы знаете Что Это самое Мы до этого Вот эти 20 тысяч тонн Мы гораздо Больше За эти годы Мы сотни Тысяч Тон Спустили Цветных металлов Кобальт Никель И железо Ой это В меди Молчали До поры До времени До 50% Улетало Я этот орден Получил Хотя бы За то Что Это Хоть Процент Подтянул Что ж Проходило Через меня Через мою отделение Извините Слушаю На улице темно Мне следить некуда За ним Тимошка Ты старше Иди Начальник Поехали дальше Вот это я говорю От души Это я говорю От души А почему Я сказал Потому что Меня Никто туда Специально Не приглашал Вот У каждого Просто своя судьба Куда родители Туда и я Вот и все И как я мог Помочь Я приехал На эту конференцию В Москву Меня пригласили Пригласили Единственного Единственного Кто это самое Не в командировку За казенный счет А просто Приезжайте Я думаю Ну я успею За 15 минут Что-то сказать Успею Ну Ошибся Сказать что-то хорошее Это надо Несколько дней Рассказывать А плохое Сказать Что вот это вы Губите дерево И вот так Вы губите дерево И так Я говорю За каждой Подписью И огромная система Стоят Кандидаты Доктора Только Говорю Раз Это я потом догадал Специально Отключали Ничего не дали сказать Уехал Предупреждать Состояние И не просто уехал Первый Я к этому Самому Фамилию Не буду говорить Вот Я уже Время пошло Может уже Этого Академика Жил Познакомился Да Минуты две Поговорил Да Я тот самый Который В Сибири Вот Он показывал Эти самые Слайды И почему-то Он съездил в Испанию И показал нам Какие заместительные персики В этом В Испании И еще Персики Еще что-то Не помню Но персики Я запомню Аплодирует ему Как этому Как Путешественнику Дальше Я ему говорю Давайте Это самое Обратите внимание На сибирские Сартообразцы А он говорит Ну здорово Академик Мне отвечает Здорово Давайте Мои Эти самые Город Крымск Вон там Хозяйцы Кому надо Догадается Давайте А это Кубань А вы тут Упомянули Кубань Мои Абрикосы Используем Как подвои Для ваших Где можно Один Называет По складу На юге Невозможно Создать Сарта Морозостойки Для севера Невозможно Невозможно И дело Не в том Что он Мне так Ответил Ему Интересно Было Вот он Правда Считал Что Это самое А не Применительно То есть Можно Вот тут Допустим Там еще Ниже Будет вопрос В теплице А это Мне этот Задаст вопрос В теплице Что Портится Или не Портится Морозостойки Ну это Пойдем Дальше Вот в таком Мере Мы живем И что Гражданин Игнатов Я тоже Вам Ответ То есть Я все Брошу Перееду В Краснодар И там Все Наладится У вас В Крыму В Краснодаре Везде Всюду Из тысячи Любых деревьев Тысяча Искалеченных Вы даже Понятия не имеете Что такое Неискалеченные деревья Я вам говорю Не вас А ваш край Вы Калечите 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 Половина Этих Замерзла Этих 30% Этих 70% Ладно Я выговорился Так Калечите Здрасте Вы Когда Промышленный Сад Растили То Получается Прививки Делали На отводке Яблон Сибирок На месте А потом Пересаживали На остров Или Сначала Вы Капывали Отводки Привали За столом А затем Везли На остров Поделились Объясняю Тут У меня Просто Не было Выбора Но опыт Получился У меня Уникальный Все таки Речь шла О промышленном Саде А около 2000 Прививок Вот Буквально За считанные Дни Смотрите В середине Лета Получаю Землю Ерцин давал Спасибо Ему Царство Небесное За это Вот Потом Извратили Все это По принципу На тебе Боже Что нам Негоже Но было Дали Осенью Я Выкапывал С комами Земли Но если Попадалось Без кома А то Ком осыпался Большая часть Была Корневой отводки А меньшая Часть Среди них Семечек Попадали Вот Причем Что интересно Семечек Вырастали Более Мощные А с отход Средние Вырастали До 5-6 метров Выражая Дома Я вам показывал Подографии Еще Хотите Еще Покажу Только Другой Раз Если Захотите Вот Такие Получались Результаты Корневой отводки Великолепно И За осень Прижились А весной Становились На колени И Это Прямо На месте Уже Уже Как проросшее Результат великолепный То есть Как будто Их и не пересаживали А за столом Уже Результат Такой бы не получился И были бы В 2 раза Берче И Количество Смертей Не прижившихся Или больных Было в 2 раза Больше То есть Результат Мой Вот именно Вот этот Осенью Посадил Весной Привил Так Но Я не отрицаю И Привил За столом Почему И так Потом Сжигает Мой сад Ребятки Молодые Интересно Как на том свете Неужели Правда Для таких Ад придумали Как можно Так Не задумываясь Специально Все сжигать Вот Месяц Совсем Добром Но это Было А Потом Жить то Надо А в лесу У меня же Самая ближняя В Сибирке Россия В 200 метрах Я брал Эту Как Это Твершка Тачку Вот Приеду 5-6 сковом земли Прямо рядом По берегу Расли Сейчас растут Раз Выкапываю Привожу Сажу Весной Весной А они Сажаю на Постоянное место Не Постоянно Питомник Но уже Для роста И Приваю Через 2-3 Дни Вот Когда я Вырастил 400 штук Я 400 Привил Я Средним Я Продавал По Рублей По 500 Были меньше Но которые Чуть-чуть Похуже Но Средним По 500 Множьте 400 на 500 Можно на этом Было выжить Да конечно Я же Железом У меня же Приживаемость Получилась 100% Вот так Значит Получается И Привил Казахстал Тоже Хороша Если В скромном Земле Как можно Больше Корней Или У корневых Отводков Корней Мало Но Если Комна Земли Держится Фактически Этого Достаточно Чтобы получить Полутораметровый Хотя бы Полутораметровый Садить К осени Весной Выкопал Весной Привил Через 3 месяца У меня уже Это самое Половина Из них Была продана Множьте Половину 500 рублей На 200 Значит Жить можно Вот так Вот Я быстро Перестрел Свежий Украинец Чуть не сказал Хохох Мои земляки Обидятся Вот Так Купила Два Саженца Лучи В садовом Центре Были в горшках Пережил Один сезон Второй Нет Пережил Один сезон Второй И зиму Не пережил Выкопала Корни Были обрезаны Это так Продают Просто ужас Очень жаль Больше покупать Не буду Стал растить Семен Спасибо Ольга Мне поверили Значит Еще раз Вынужден повторить Ко мне О масштабах Я сам удивился Мне присылают К сожалению Может я его не Скопировал Присылают мне ролик Включаю Огромная территория Огромная куча Выкопанных саженцев Или выкопанных Или выкопанных Или привезенных Опять же За тысячи километров С голыми конями И стоят горшки Хорошо хоть горшки Где-то пятилитровые И целый дружок Видно издалека Но видно Что эти Наши Самые Друзья С Средней Азии Нанятые Видимо Дружно их это Один держит Другой быстро 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 Колачивается Горшок Запихает Ногами Перетаптывает Такая замечательная роль Кто-то снял Вот сейчас Чем хорошо Что сейчас техника Каждого владеет Не то что раньше И все это Прекрасно Видно Что это самое А так как они уже Двухметровые Ясно что их Доращивать не будут Везде где вы видите Слово Мы доращиваем Это значит Южные Вот что из них получится Вот Вот Это я не Не вам Это им Вот Дурите людей Слово Доращивать Означает Купленное На стороне И так Доращивать их Невозможно Значит Сразу И когда Помните С вами Дерился Прошу прощения Молчняст Одна из Моих Сушительниц Пошла на рынок И начала Выдергивать Как я научил Не покупайте Пока Не это Легонечко Подернете Чтоб узнать Вырос Или Как эти самые Это Самый Фея С этого Бобра С телеканала Бобер Вот Маскировали Что саженство Без корней Без этого Тоже где-то Купили Видимо Для съемок Вот Что она нам Написала С вами Помните Чуть морду Не набею Покупать Продавцы За то Что она Их Разоблачила Ну Чем так Понятно Садовый Центр Вот О чем Мы все О грустном Питомник Растений Северина Омская Углась Всем привет Нашим питомнике Подзаставят Сальницу Весь Волосе Двухлетки Кубитрового Горшка Высота 30-40 сантиметров 2,5 сантиметра Штука Не дороже Бутылки Вот Расскажу Вкратце Это вы Прочтете Вот А вот Это Семья Матвеева А вот Это Вы догадались От кого Они были У меня В гостях В каких Гостях Они у меня Прошли курс Обучили Садоводство Вот Это было Как Называлось Не семинар Не вебинар Семинар Вот Мои Лишневолочные Это Уже Их Нет Вот Смотрите Красота Какая Я и про Женщину И про Отца Смотрите На ее Улыбку Посмотрите На это Чудо А тут Это еще Растет Вон Дружка Надеюсь Моя Так Вот так Они выглядят И Вот Это Вот Наконец Как я Огорожусь Двухлетки Моих Друзей Помните Я вам все Про Юлю Матвеева Какая она Умница Как она мне Она работала Умница Фотографии Столько А я Благодарный Что Она выбрала Меня В качестве На этого Самого Руководителя Практики За характер Она выдавила Это разрешение У своего В своем Институт Или университете Выбила Эту Поездку Железовую Признали Мою Подпись Потом Вот А и Результат Смотрите Вот это Я вам показываю Смотрите Сюда 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 Смотрите Вот эти Вот уроды Для меня Это уроды Вон они Двухметровые В таких Горшочках Вот Скорее всего Еще раз Вырасти Вот это В горшке Не может Но если Даже Выросла Когда Выним Из горшка Посадим Понятия Подпредпосадной Подготовки С юг Север Корневая Шейка Обрезка При Пересадке Естественно Незнакомы Ни самим Тебе Вязица Ни тем Кто В них Купит Все Это Практически Уроды А теперь Сравниваем Специальный Вот этот Вот искусственный Дебильный Искусственный Я вот Понятию Почему Они не боятся Этих Ветров Которые Миллионы Деревьев Ломают Это только Плодовых Почему Об этом Никто Не знает Просто Вот они Живут В другом Мире Задача Делать Сам Продать И трава Не расти Пролетел Ураган Ну что Видит Человек Сломано Еще Соседи Может Увидеть С той С той С той Все А картину Про Миллионы Я Долблю Больше Некому А вот Это Вот Сеянцы Пойл Севишни Которые Едем Гостями Посмотрите Если бы Она Была Вот Это Юлия Взяла Вот Так Помните Как я вам Показывал Как делала Даже На ролике Делала С высоты Головы Саженец Бухметал С высоты Голы Смотрите Что Делала Так Жал Все Вот Если бы Кто нибудь Из матерев Так Сделал Бы Вы бы Не увидели Бо Ни вот Этих Снимков Ни мое Восхищение Вот Как мои Лучшие Ученики Вот И знаете Где это Правильно Город Омск А что Омских Что Краснодар Это Или Крым А это Только Начало Полюбовались Посмотрите Чудо Какое Вот вам Это Тот Самый Институт Московской Селекции Который Меня Заткнул Вот Теперь Пожалуйста Вакханалия Продолжается Следующее Письмо Оно Было От Этого От Мезинца Мезинова Олега Олеговича Я с ним Подружился Он из Брянска А тот самый Который Был В институте Лепина Там Где Работают Где Ворачиваются Саженцы Где он Сказал Что он Такого ужаса Не ожидался Ни Что-то Увидеть Но Это Ладно А вот Этот Ужас У него Смотрите Это Весит Воздух Это Отломилось Привой Отломился Вот Это Вот Место Облома А Вот Это Привой Так Вот Привой Вот И он Говорит А что Перетяжка Она Раньше Снять Или Позже Вот Или Вот Как я Не видя Еще Фотографию Я ему Сказал Хотите Снимать Обычно Это Июль Бывает Раньше Перетяжка Начинается Восьмерка Поняли Да Восьмерка Или Может Наоборот Надо Попозже Снять Плохо Развивается Вот Снимаешь А Взет Упадет Вот Это По телефону Ну Ну Что Вы Не Подвязали К Бум Кулем Спросил Я Хотел Но Не Успел Оказалось Все Город Хуже Полная Биологическая Несовместимость Я Как мог Ответить Ответил Толик Позегон Это Украина Привет Земляк Дорогенький Вот Значит Теперь Я буду Разговаривать С ним Так Так Тут Букласска Треба Довы Ты На Перспективу Смотри Значит Земляк Вот Ты Взял Это Я Объясняю На Китайскую Сливу Как я Понял Привил Сливу А вот Она Все Сливы Красно-желтые Слово Красно-желтые Придумал Я Значит Это Мой Подвой Это Мои Косточки Ты Умудрился Вырастить И привить На нем Культурную Сливу Правильно Ничего Не Это Самое Прижилась И вдруг Ты заметил Что рядом Растут Отводки Вот От нее От Подвойня Вот И Что лучше Сделать Ну тут Так легко До осени Подождать И отсадить И каждому Относиться Как Самородку Цель Конечно Была Привить Как Подвой Чтобы на нем Хорошо Прижилась И развилась Может быть Местная Слива Может Я не знаю Но Вот Эти Вот Цены Нет Во-первых Их Можно Растить В дан Плоотношения Почему Потому что Сегодня Вы Трясетесь Над ним Подвоем А Завтра Вы Станете Законодателем Моцифа Вот Так Вы По-моему Харьковский Здесь Харьков Это Север Украина Рядом Белгород Сказать Что Это Крым Или Кубань Нет Нельзя Чуть Похуже Вот Значит Даже где-то Вот Как Кубань Рядом Ой Нет Как Это Рядом Находится Тут же Через границу Белгород Совсем рядом А там Многие Жалови Плохо Все Растет Почему Не знаю Ну Тяж Технологич Проискал Еще Потом Жду Резутата Но Факт То Что Вам Нужно Теперь Беречь Эти Подвои Они Могут Иметь Самостоятельные Ценности Как Будущая Подвоя И Как Самостоятельная Потому Что Знаете Как Вот Ничего Уже Нет А Любая Мороз Любая Эти Самые Подвелось Знаете Как Я Познавел С Красно Желтой Сливой Это Тоже Учеба Я Приезжаю К Байкова Я Не знал Что Она Байкова Я Знал Что Там Женщина Кандидат Наук Суботина Настоящий Государственный Сад Вот Питомник Я Приехал А На меня Всем Внимание Потому Что Большой Сад Из этих Красно Желтых Слив Китая Дал Самошедший Урожай И Вы представляете Горы Ящиков Пустых И Горы Ящиков Уже Готовых И С них Уже Сок Течет А у них Договор С Абаканской Или Минусинской Не Помню Точно Но Конфетной Фабрикой Какой Был Ажиотаж И А там Персонал Много Систил Но Несколько Десяток Двадцать То есть Она Как бы Блин Муж Ее Бегает Вот И На Меня Какой Там Да Чего Да Вон Идите Посаду Смотреть Отстаньте От нас Это Я Первый раз Приехал И Не мог Это Семь Поговорить Это Был Такое Урожайще И Это Посреди Сибири А Вы Знаете Там Суббот Крем Жестче Мэл Намного Я Посмотрел Да Там Ветра Сплошные Да Там Этот Пригород Там Жуть Как Они Этому Делись А Этому Делись Вот Эта Цена Вот Этой Самой Видите От Каждого Письма Все Что Можно Самую Ценную Информацию Вам Преподношу Вот Кстати Сейчас Этим Семенами Торгуем Но Как Неохотно Так Сколько Мы Говорим Час Двадцать Я Пойду Приспосрочил Свою графику Я Пошел Чай Наливать И Две Три Минуты И отдохните От Меня Не Весь Рассказ Про Волоси Вишню Она Имеет Небоктейную Ценность Вот Как То Ее Называли Китайской Даже Сибирской Потом Я Убедился Что Ее Практически Нет В Европе Для Меня Было Шоком Диким Смотрите Это Очень Важно Я Накуплено Моей Дачи Три Мертво Оставшиеся Кислые Две То есть Уже Какая-то Селекция Были Жуткие Морозы Дичайшие Морозы Немесение Был Перекрыт И вот Значит Что я Убедился Приходит Весна Рынок Забит Этими Ветрами С Вишни Вишни Немеренно Немеренно Вот Кажем А уже Давали Землю Было Много Отдач Кажем Это Потом Когда У меня Заплотно Всего Наплюю 100-200 Саженцев Готовых То есть Плю Не отходя От этого Я Плю Под себя Под ноги Схожесть Самасшедшая Вот И вот Что Интересно А я Постепенно Передо мной Открывался Панорама С одной Сторон Дичайший Успех Другой Сторон Дичайшее Тут же Рядом Дичайшее Невежество Смотрите Вначале Анекдот Почему Времена Наступили Тяжелые Вот В ходу Был анекдот Следующий Приходит Инженер Домой И говорит Представляешь Жена На меня Напали Бандиты Как Да ты Что Да они У тебя Последние А ты Рублят Не Они спросили Где я работаю Я говорю Инженером Они Прослезились И не только Не отобрали Эти рубля Еще от себя Денег добавили Вот такой Грустный Анекдот И мой Друг Инженер Так На своем Жигуленке Придумал Такую Операцию Я говорю Что ты смеешься По Сибири Наверняка Эти Этой Волочной Вишни Немерено А у нас На рынке Ведра 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 Бесконечные Были Все пытались Продать Правда Мало Кто пытался Купить Но Предложение Было Дикое А он А в основном Пытались К этими Стаканами Естественно Кто же Целое ведро Войдет Откуда у людей Деньги У металлургов У этих Энергетиков Откуда деньги Вот Времена Самые Были Такие И Ведрами 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 Коробки Набивает Весь Жигуленок И поехал А Вот я только Не помню Или Ачинск Или Канск Это Ближе К Красноярску Это Настоящий Жесткий Сибирский Климат Но Не может Быть Пролетит Возвращается Спачкает Деньги Я говорю Так же Ведрами Не мог Продавать Не беру Но У них Оказалось Вишнев По имени Нет Войлоси А брали У него Он тут же Сообразил Инженер И стакан Ведрами Выставил Длиннюю Сеочи Вот И он Буквально За пару Дней Полностью Этот Жигуленок Сколько Там Ведра Купил 10 20 30 Все Это Продал Вернулся По такой Почкадем Вот А это Вишня Вкуснее Чем Просто Вишня Вы знаете Мне больше Сахара Маленькую Селекцию Дяди Отчет Походил По хутору Походил По этому Поедаю Долго Что ли Выбрать Сладкое Эти Коцуси Карван И все И прорастил И у меня появилась Нормальная Вкусная Вишня Ну Видели Фотографию Я сегодня Не собирался Рекламирую Просто Пример Привел И еще Тогда Подумал Господи Боже Мой Ведь Это Вишня Должна Быть Кажем Саду Ведь А Я Нет А Помните Желание Делать Дебильные И уже Из-за этого Нет Потому что Вся страна Дебилизмом Заболела Включая Вот Занимается Селекция Да Но как Можно Вот если Потенциально Это Есть такое Понятие Иммунная Сорта Они якобы Не боятся Парши Как что Такой Иммунная Сорта Они якобы На нем Садятся Всякая Сволочка Для того Чтобы Сожрать Листья Или высосать Соки Или Дыр Понадел Они Называются Иммунные Но ты Любой Иммунный Сорт Искалечил Какая Иммунность А Ты Восставь Покой Во время Селекции Может Подходить Секатер Вот тогда У тебя Отличишь Этот 40 Выдержит Этот 50 И Смотришь А у него Уже На него Не Садятся Понятие Иммунности И Колес Недерев Невозможно Вот эти Будут Лучше Всякое Иммунное Вот они Спасибо Семья Матвеев Как я Люблю Как я Уважаю Особенно Свою Любимую Юлечку Свою Любимую Семью Так Теперь Значит Пойдем Дальше Просто Выразил Удивление Как так Что до сих пор Кажем Саду Нет Во всей России Нет Креневая Шейка Слабая Не садите В яму Вашу Мать Все Что Надо Опять Шашка Давай Махать Для мест С высоким Грутовым И водой Подходит Только Сажен С отводки Или С оборудован Ситальную Курю Так А также По умолчанию Все деревья Ситальную Курю Объясняю Смотрите Это задает Уже Казалось бы Грамотный Чек Который Является Редактором Моих Книг Он Очень Высокий Но Все Сразу Охватить Невозможно Отсюда Вот такой Вопрос Итак Значит Высокий Грунтовой Воды Саженец Отводки Да Уже Саженец Сливы Которые Ой Кстати Как удачно Спасибо Толик Спасибо За этот Вот они Если У этого Была Посажена Косточка У нее Через 3-5 лет Уйдет На метр На два А там Уже И вода А вот Уже Опасно Ну У нее Вот это Свойство Вот тут У нее Пуповинка И вот Корешок Один Пошел Пошел И вылез Тут Аж Несколько Вылез А у них Вообще Нет Центрального Корня Представляете Я вам показывал Еще когда Покажу Если Не надо Так Садить Можно Вот тут Еще второе Смотрите Или С обрублен Центральным Корнем Вот тут Ребята Природу Вы не Обманете Это я Говорю Не только Для Павла Троценко А всех Кто еще Дурю Мается И есть Таким Обрубил Центральный Корень Помните Потом Еще Подстилочку Из чего Небудь И все Нормально Теперь Будет Расти Вот Обойдет И дальше Пойдет Хуже Того Я почему Поместил Вот этому Снимку Цены нет Я прямо С этого Снял Сфотографировал Прямо Под аппаратом Смотрите Вот это Колодец Вот это Крунтовая Вода Общие Принципы Вы же Элита Вас мало Но вы должны Знать Больше всех Вам придется Друзья Лекции Читать Таким Как Алексей Или Таким Как Макар Допустим К примеру Или Этот самый Сафронов Я уж не говорю Про старшее поколение Это вы для меня Молодежь Вот Такие Как Любой Семи Матвеевых Допустим Да Вы Все Кто еще Железов Сергей Вот Савинич Ирина Александровна Вот И еще Десяток Фамилий Вы все Должны Знать Уже Все Но Уже Где-то Когда Вам придется Читать лекции Если придется Или хотя бы Вот таким путем Партизанским Как я Я же как Подпольщик Из этого Вылез И давай Гав 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 А дальше Не пускают Помните Что такое Перестройка Нет Самая Грустная Шутка Была Когда Карпачок Пошел Что такое Перестройка Лаять Разрешили Но поводок Укоротили Так вот Мой поводок Это Ютуб Дальше Все Смотрите Колодец Так Крутой воде Но еще раз говорю Если меня это Потом прочитаете Но я своими словами Это Не Река Это не озеро Это Та же самая Почва Но Поле Работка Губка Которая Больше впитывает Себя воду Колодец Сделали Выкопали Он на полосе воды С нижней слои Вот они У них другие Характеристики Так Это уже Скважина Пробуривается Специальными Бурбурными Установками Или Мы вручную Делали И забивали Чем и не делали Это уже другие горизонты Вот видите Один горизонт Вот второй горизонт Вот третий горизонт Это в принципе Схема принципиальная Не обязательно У вас может быть так Научитесь Рамкой пользоваться Вот здесь 2 метра Отошли на 3 метра А там 15 метров до воды И это тоже Настолько все Но это мы еще будем проходить Вот Для чего я это говорю Смотрите внимательно Эх Чуть ниже Дело в том Что так получилось Что Мне отдельно Этот вопрос задал Тарценко И он не обещал ответить Как ответить Обрублен он Центральный корень Даже если Обрубили Из остальных корней Какой-то Изогнется Вертикально Пойдет вниз И все подобное Я вам показывал Помните схему Когда этих самых Высеписек Этих Как этих самых Ремнем этих Фей Которые ни хрена Не понимают И трубы вкопали Так вот Обрублен центральный корень Это колека Дерево Уже колека Уже загнивание Уже отсутствие Морозостойкости Центральный корень Чем глубже Тем Насыщеннее Раствор Тем более Морозостойкий Для чего мы Приливаем Роскошные сорта На те Которые С центральным Корнем Которые Выдерживают Минус 50 Поняли Да И если Обрубили Вы потеряли Морозостойкость Раз Но если Есть возможность Он восстановится Он Рано Зарастет А с рядом Корень Один из боковых Который Должен расти Вот так Развернется И уйдет внутрь Потеряется Несколько лет Задача Не выполнена Опять попадет Куда Водоносный слой Фух Но еще Хуже Я потом Ниже покажу Или забегать Вперед Ну скажу В двух словах Не знаю Дойду ли Время Уже Полтора часа Прошло Заранее Скажу Вот колодец Вот два метра Смотришь А я вам покажу Фото Ниже уже Вода стоит Все Эти два метра И вот когда Все копают метр Как его учат Эти умники И засыпают Гравий Помните Я 10 Гравий Железо Этот самый Керамзит Песок Речной Все Все Вплоть до кирпича Битого Все Когда Перекрывается Вот этот Вот Колодец Смотрите А если Допустим Это посадочная яма Колодец Сюда Зашел А если Это посадочная яма Низ Застелили Что Полосили Вся вода Атмосферная Видите Вот они идут Вот Стрелочки С неба Попадая сюда Вы-то думали Спаслись от этого Да Умники Вода Попадая сюда Попадая на этот Который называется Дренаж Вода непроницаемая Вы создаете А еще Здесь-то Вы засыпали Песком Ой Уже Этим сам Грунтом обычным Так Садим Посадили Вся вода Куда будет Ваш самодельный Колодец Ниже не пойдет Я потом Покажу отдельно Я просто боюсь Спереди сегодня Я должен ответить Троценко А он связан С этими ребятами Которые Через этот Крупный сайт Ему вопросы дают А чем мне Через него Вот И получается Что получили Гниющую ловушку Повышенность Сыгрета Чего добились А Ловушку сделали Сделал дренаж Пойдем дальше Вот это вот Ну я не могу Сейчас крупнее Сделаю Ну Очередная кража Ладно Абрикос Академик С доставкой Раз написано С доставкой Значит Вот этот сайт Его продают Ну тут нормально Свиснули мои фотографии Ладно Еще бы Что не свиснуть Она вот в этом ряду Видите Она всегда Одна из первых Вот она Вот она Ладно Ой Похоже Да И эту сайт Но они решили Замаскировать Как Во-первых Смотрите Что они написали Абрикос Обыкновенная Академика Чем написали Обыкновенная Академика То есть Это совершенно Неграмотные люди Которые вообще Не ведут Что творят Попадается Абрикос Под названием Абрикос Обыкновенным Есть такие сорта Именно обыкновенные На уровне Жордели А вот это Вот Академик Они никогда Не видели Академика Они вот Фотографию Свиснули у меня Они сделали Логотип Продажи растений Да Логотип делают А почему Он выглядит Таким огромным Ну этот 100 граммовый А этот Все в два раза Громный Они не просто Бабочки нарисовали Они нарисовали Бабочки Такие мелкие Что он выглядит Таким огромным Уже станет Смемять Бабочка Вот так Дурят Нашего брата Помните Вон что В этом Ихнем Брыцаре Наши опилки Райкин Про нас Рассказал Дальше Следующее Письмо Пришло Недавно В Москве Районе Метро Академическое Увидел Как городские Работы Посадили Деревья По вашей Технологии На возвышение Вы что думаете Я Сразу Зазнался Вот уже В городской Работе В Москве Знают Нет ребята Технология Это не моя Я Челкаше Видел 19 век На рисунке Вот такие Штамбы Здоровенные Это минус И Посадка На холм То есть Я извините 19 века Как то Получилось Что Технология Сейчас Извините По ногам Холод Но Используется Советую Чисто Кое Что Пробую Закладывать Начинать Да За одним Окошко Выгляну Как-то Летно Поехали Итак Здесь Или посадка На ровное место А дальше Мульча Которая Должна Являться Защитой От солнечных лучей От пересыхания И заодно Возможно Она служит И это удобрение Эстетично Выглядит Согласны Вот Но Я тут Ни при чем А То что Здесь посадили Вот таким вот способом Да Это Редчайший случай Я поздравляю Не этих ученых Рабочих Как сказали Так они посадили Кто-то Может быть Не они А их начальник Может уже Действительно Разбирается Немножко Посмотрев Те же мои работы Всяко может быть Вот Я когда говорил Что вот эти 27 миллионов Посадили Может их и не 27 Но Подразумевается Что 27 По всей России Ведь большинство Посадок Я не стал Это Фото эти Там Тысячи фото На сайте Вот Большинство посадок Это значит Деревья будут Умирать Деревья будут болеть Или вообще не примутся Многие очень взрослые Это догадались Посадка в ямке Никто их не переучил А это пока Ну будем считать Что Лед пронулся Только не благодаря мне А благодаря технологии Посадка на холмы Верия Доброго дня У меня благополучно Выросло несколько Абрикосов Из ваших косточек В частности Серафим и Королевский Еще одного Поздравляю Смотрите Объясните Почему растение Одного сорта Отличается внешне У одного боковой ветки У второго Одиннадцатого Так Значит Одно дерево Дичка Другое нет Вопрос по королевскому Вы пишите Что он не корнесобственный А подвой Я не помню До кого что я писал Подвой Скорее всего Привой Или может быть Я Это называется Оговорился Описался Вот Ну В данном случае Наверняка Я имел ввиду Привой Так Но он может быть И корнесобственный И даже подвоем В последнее время Ну Меня же как Некоторые как обгоняют Ну вот Обнаглял Чернобаев Да И давай на абрикос Сливый Паривать На какой Ну королевский Видите И вы как раз Про королевский Прекрасное урожай Долго ли продержится Не получится ли Когда было Дикие Не просто Два дня В минус 40 Как в последние годы А 20 дней Минус 40 А 40 дней Минус 40 Смотришь И как начинает Это деревья Дохнуть Не все Мой сад Это Не дохнет Но я же Слежу Не только за своим садом Вот Как с ним быть Использовать Как приводить И подвощ Чтобы получить абрикос Во-первых Сейчас Ничего Сказать невозможно Например Я говорил Вот это Допустим Один У него вырос Второй Такой Листья культурная Хорошая Культурная Вот Это непонятно Ну а что только Новорожденный Что с него взять А вот это уже Это Я бы даже сказал Что Средники Полукультурные А больше А больше ничего Сказать не могу Почему Пока Не заплодоносит Никогда Не узнаете Есть Родитель И есть Второй родитель Кто Второй родитель Неизвестно Вот только На этом этапе Только гадать Вот Потом Хотите Доводите все До подношения Вы уже будете Что такое Абрикос Привитый К Ле К К Все Которые Пришили Чужие Почки Или чужую Печень Вы думаете Часто Привили Чтоб Величить Моростойкость Почему Мечерин Против Почему Он сделал Отрицательный Вывод Что Не помогает Моростойкость Биологическая Несомместимость Это уже По-железовски Объясняю Он должен Был С 30 До 50 Поднять Моростойкость А он Не то Что в 30 Он вообще Мог Вот Почему Я делаю 5 привер 4 живых Растут А 5 Такая же Мертвая Я смотрю Я не ошибся Я сделал Идеальный Срез Подобрал Идеально Эти самые Место Идеально Подобрал Диаметр Все Сделано По-железовски Все 5 5 мертвых Объясните Мне почему А вот Пятая Косточка Не захотела Его принимать Вот Не захотела И все А они Все разные Вот они Разные И гадай Теперь Как я на ваш Вопрос Ответил Поживем Увидим Цыплят Полоси Не считают А вот это В моем Саду Смотрите Раз Два Три Здесь 5 Абрикосиков Вот Когда я уничтожал Я просто Несколько Взял Пожалел Знаете Как А уничтожал И много Ну вы видели Вот И Посмотрите Вот это Явно Культурно Лучше Культурно Некуда А эти Полу Культурно Или Вот Здесь Совсем Маленькие Вот Это Это Уже Манчжурист Будет Но Возможно Все Будет Не так Я Просто Взял Свою Фотографию Шел Мимо Сфотографировал Вставил Теперь смотрите Осталось 15 минут Вот У меня Две важнейшие Темы Вот Одна из них Дело Вот Чем Я Сразу Постулак Если Мы С вами Наше Поколение Уже Уходит Мое Вот Мне 70 Все 2 Август Но Более Молодой Этим Не займется Те Сонные Уже Никогда Этим Не займутся Вот Им Будет Даже Не за этим Заниматься Понимаете Итак Про Кукареку А там Хоть Трава Несли Биополе Земли Это Реальное Излучение Из метра Нейтральное Или Губительное Смотря Из каких Породы И разломов Земной Коры Создается На конкретном Месте Слава Науке Слепой Как Крот Допускающий Смерти Миллионов Людей Страшных Болезней Аварийной Дорогой Вот Это Я Просто Про Кукареку А потом Будем Подробнее Говорить Почему Я боялся Не успею Про Кукареку И вот Этот Постулат Ставил Сюда Кукареку Царство Лежа На боку Пройдет Еще Десятки Лет Когда Люди Научатся Спасать Более Люди Которым Доверена Наука Но Уже Настоящие Ученые Создадут Карту Биополя Земли На этом Вот И не только Уже Вот этими Рамками Лозой Вот Этой Вот Кривулькой Но В первом Приближении Но И С помощью Специальных Приборов Вот Персик Привитный Абрикос Привитый На сливах Юрий Железов Вече Это Успех Ну Вот Посмотрите Помните Я вам Показывал Первый Первый Последний Пока На этот Год Первый Не последний Единственный Персик У Питера У этой Самой У Натальи А теперь Смотрим Юрия Железова Моил Брат Вот Тройная Прививка И Внимание Персик Видали С этого Ребята Все Начинается С этого Ну Это Это Тоже Наука Извините Это Наука Где Там Хранить Как Не Холодин Когда Мы Забыли Слово Погрин Такое Где Ближе Морозивной Камере Там Медленнее Просыпаются Помните А Сюда Теплее И Это Надо С этим Считаться Когда Вы Нанимаете Старать Пекаться И Вот У Дальней Стенки Вот Это Все Что Взошло У Той Которая Температура Практически Ноль А Вот Здесь Несколько Сотен Косточек Так А Эти Косточки Им Цены Нет Почему Потому Что В Сибири Это Все Плодоносие В Сибири И Я Взял Сто Косточек Этих Вот Наковыряли Отсюда Ребенок Деньги Зарабатывал Пятеретний Ребенок Считал До Ста Юра Если Там Не Сто Девяносто Девять Или Сто Одна Не Убирайся Сто Таких Косточек И Сто Сухих Которые Просто Лежат Второй Год Затея Спокоен Зайдут Никуда Не Дедутся Если Правильно Эти Выбрать То есть Последствия Что ты Тогда Делал Стоификация Начнешь На месяц Раньше Где-то В декабре А Ну и Дальше Зависит От температуры Хранения От влажности Но Это Уже Детали А Это Которые Лежали Как Бы Продлился Сезон В Грунте Песок Но Холодильники Почти Не Взошли Сто Процент Уверен Что Они Жил Здорово Мне От Вас Ну Сам Юрий Владимирович Дорогой Мой Брат Нужно Чтобы Тех Посадили Эти Посадили Тех Которые Долго Это Сам Второботники И Эти Которые Не Просто Второботники А Еще И Таком Виде То Есть Пол Ну Будем Стать Что Статификация Место Там Трех Месяцев Получилось По Моменту Вот Там Ну В общем Год Итак А потом Цифры Сколько Тех Зашло Сколько Эти И Вайся Взойдут Хотя Должны Так У нас Осталось 10 минут В общем Павел Я Все Таки На пару Ваших Ответил Эти Обиды А Теперь Вот Знаете Я отвечу В следующий Раз Отсюда Вот Видите Тут Еще Ровно Половину Рассмотрел А я Сейчас Вернусь Потому Что Я Иногда Думаю Так Мне Свой План Выполнил Я Рассказал Несколько Ценных вещей Вы Узнали То Что Ну Каждый Раз Вы Знаете То Что Не Знаете Официальная Наука Это Много стоит Вот Видите Что Такое Биологическая Несомместимость В общем Много Что Я Тогда Решил Вернуться Вот Сюда Вот Кто В Омске Живет Вот Пожалуйста Живые Эти Самые Наследники Мои Так Смотрите Я Сейчас Получается Так Вот Лавренки По своему Отвечу Если умный То поймет А он Явно Не дура Только Что Почему То Я Отвечаю За Все Так Сказать Не Отвечаю Пинать Ну Кого Пинать Науку За То Крым Краснодар Пропаганда За Несколько Десятков Лет Довела До Того Что Уничтожено Все Что Можно Было Уничтожить Какой Там Черт Вот Эти Мои Посадите Не уничтожайте Их Не колечится И они Будут Вот Моя Роль А для Этого Мне Надо По Себе А я Сейчас О Другом Дело То Что Если Это Самое Так Получается Что Там Мы Или Не Там Находимся Да Я Вам Что Расскажу Здесь Получилось Несколько Тысяч На Квадрат Метр Получилось Километр Больше Семь Чем Любой Сейчас Секундочка Сейчас Я потрачу Последие Десять минут Детей Пущу Об этом Феномене Наука И сейчас Не знает Представляете И сейчас А у нас Когда Начали Землю Давать Было Завезено Ну я Потом По вопросам По вопросам Порядка Сто тысяч Саженцев Всевозможных Из питомников Самолетами Возили Появился Спрос Тут же Нашли Люди Которые Тут же На этом Начали Зарабатывать Тогда Относительно Хорошая Сорта Еще Питомники Это потом Они деградировали Со всей Нет Со всей Сибири Самолетами Возили Это был Феномен Потому что Мы все С ума А нормальные Сорта Уже Плодоносили До перекрытия ГЭС Поэтому Валить на ГЭС Не надо Уже Плодоносили Потом Следующий Этап Появились Это Примерно В 1908 Второй Третий Год Появилось Представительное Хозяйство И появились Параллельно Еще несколько Сибирских Популярных Изданий Типа того Я тогда Помнил Это Был Контракции Но Как-то По-доброму Я говорю Вы сейчас С ума Сошли Человек Взял Написал Статью Вы Париковали Статья Называется Отрежем Все Лишнее Я воевал С главными Редакторами Некоторые Обижаются Некоторые Видели Что У них Выбора Нет Они Видят Что Они Калечат Они Давай Меня Пищат Ладно Ладно Баш Вариант И вот Такие Калеч Их Полно Отрежем Все Лишнее И вот Когда Люди Начали Выписывать Эти Издания У нас Этих Простеньких Нет Не вот этих Роскошных Что я вам Демонстрирую Иногда Нет Сливы Китайки Вишни Войлочные Вишни Степные Вишни Штамбовые Они у нас У нас уже Висяк Науки Завелись Вот Китайки Всевозможные Все сорта Радуги Значит Абрикосы Появились Миян Миян Был Это Перооткрыватель Вот Их же Живых Нет Я Фамилию Вам Назовал Все Было В каждом Саду Оранжевым Цветом Покрывался Этот Я рассказывал Поселок Осенью Ну К середине Лета Поселок Майна Полностью Оранжевый Вы знаете Ейте Он Оранжевый А потом Как оно Должно Как это Я все Это Рассказываю Приводил Десятки Сотни Подограй Все Мы Прошли С вами Но Остановить Это Бедствие Когда я взялся С 1984 года Я начал Печататься Уже За пределами Саиногорска Вот Ой 2004 Остановить Это было Невозможно Невозможно И до сих пор И еще Сколько Я вам расскажу Я кстати Пропустил Там Когда Показывал Эти Рекламы Ну Еще Вернемся Ладно Вот Я хочу Сказать Что Все Что Было Добыто Людьми Которые Все Что могли Садили У нас Все Горы 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 У меня Склон Хотя Я вроде Было По всей Там В Енисе Горная Улица Вся Майна Вот Вот Такой Склон Черемушки Вот Такой Склон До 40 Градусов Там Невозможно Ходить Специально Там Делали Эти Самые Знаете Как Они И Все Плодоносило Потому Что Не гнили И Потому Что Люди Не знали Что такое Обрезка Посадил И Все И И Тут Людей Научили И Людям Объяснили Или Вы Калечите Или У вас Ничего Не Будет И Люди Начали Калечить А А Садоводство Выползло Из Ущелья Поселки А Там Ровно А Там Все Я А Там Все Гниет Чертова Матерь Вот Так Вот Вот Это Я Хотел Сказать С Собственными Руками Вот И Сейчас Говорить Что А Вот Вы Там Это У вас Лучше Чем На Кубани Все Тоже Калечие Только У нас Труднее Сгноить Штамп И Вот Это Вот Дало Нам Большое Преимущество Перед Этими Самыми Помните Я вам Показывал Всего Здесь Свежайший Фирм Посадка Яблон Груш Доктор Наук Огромная Яма Набита Всякой Дрянью И Вот Такая Вот Еще Своими Руками Доктор Наук Делает Бабарюч Подмосковье Где Они Достали И Вижу Что Это Непокрашенное Галуши Вот Такие Вот Белое Красивое Но Непокрашенное Кто Видимо На этом Сам Каждый Не мог Найти Откуда Я знаю Где Месторождение Эти Красивых Белых Эти Самых Галушей А Они По всем Вот Идешь По всей Улице У всех Вот Так Выложено Вот Чтобы Гнили Эти Самые Ну Красота По счету Мира Ну Ладно Я Высказался Сейчас У меня Осталось Четыре Минуты Так Вот И Наверное А Я Не Потеряю Это Время Сейчас Считайте Что Хотел Я Сказал Сейчас Скажу Только Держите За стулья Ладно У меня Есть Для Вас Вообще Сенсация Гнировая Вот О ней Никто Не знает Кроме Тех Кто Скрывает Это Ладно Я Сегодня Не Смогу Рассказать Тут Особый Настрой А Я Сейчас Скажу Вот Смотрите Дело То Что Мы Живем В таком мире Друзья Вот Я Лаврентию В первую Сеть Обращаюсь Я Не Мог Быть Одновременно Крыму Красадаре Вот Норильске Вот Здесь На юге Кашлярского Края Вот Так что Не Принимаю Это Но Я Ему Специально Приготовил Такое Я Изобрел Машину Времени У меня Хватило На Это Можков Вот Я Решил Использовать Так Чтобы Вытащить Нашу Страну Из Этой Задницей В которой Мы Сейчас Сидим Вот И мне Надо было Помощника Причем Такого Беспринципного Я решил Что он будет Жириновский Я прилетаю К нему Вот А машина Времени Все позволяет Прямо Последи Гостевой комнаты Как Там Гостины Вот После шока Я ему Объясняю Я себе Подлетел Я говорю Вы ненавидите Коммунизм Вы ненавидите Коммунистов Я сам Старый Большевик Железов Но Дело В том Что Есть Возможность Действительно Помочь Все Стране И как Очень Просто Я ему Объясняю То Что знает Любой Любитель Фантастики Минимально Необходимое Воздействие То Что История Пасла То Сокращенно МНВ Есть Такой Входу Термин У Фантастов Значит Это Значит Что Не обязательно Там Допустим Что-то Взорвать Возглавить Что-то Где-то И повернуть Страну Другой Это Так Сложно Страна Она Дикая Она Некрамотная Она Это Она Пережила Эту Самую Первую Мировую Войну Все Это Все Все Выбито Все 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 Это Впереди Казанская Война Вот Я ему Говорю Значит Как Возглавить 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 Смотрите Как Можем Помочь Вот Нужно Всего Лишь Один Одно Движение Одним Пальцем И Что Изменится Объяснить Наша Страна Не Будет Сейчас Я Объясню Как Это Надо Вам Вот Всего Лишь Вы Должны Это Сделать Только Не А Вы Так Условия Так Вот Я Не Решусь А Вы Человек Очень Решительный Вы Любите Кричать С Трибуны Вы Уже Столько Пинали Эту Бедную Несчастую Партию Во главе С Владимировичем Лениным Вы Ненавидите У вас Истерики Всегда Вы Это Просто Ну Я Не Мог Найти Лучего Кандидата Использовать Машину Времени Мы Прилетаем Так Вы Это Делаете Минимальное Воздействие Какое Скажу Чуть Позже Вот И Все В стране На этот Момент На 20 Год Будет Не 140 Нищих Несчастных Из них 130 Нищих Несчастных Обманутых Униженных А 500 Миллионов Людей Прекрасной Стране Лучшей В мире Стране Страна Которая Преводилась В сад Вот Где Все Счастливы Где Понимаете И вы Это Можете Сделать Потому Что Не Каждый Решится А Что Надо Делать Спрашивать Осень Просто Мы Ленин Идет Через Финский Завис И Провалится Под Лед Исторический Факт От Этого Что Он Все Таки Мог Утонуть Но Он Выплан А Дальше Вспомните Питерский Этот Самый Совет Приказ Брать Зимний И Все И Все И Все А После Этого Десятки А в сумме Миллионов Сто Погибших Еще Миллионов Четыреста Не Родившихся Представляете Сто Лет Четыре Пять Поколений Сейчас Было Пол Миллиарда Самое Мало Мы Не Боялись Китайцев Потому Что У нас Страна Пустеет Сейчас Уже Кстати Ребята Учитесь Свои Детей Не Английскому Китайскому Я имею ввиду Сибирь Дальний Восток Хоть до Урала Серьезно Говорю Учитесь Пока Не Поздно У Них Хоть Санс Выжить Будет Так Вот Все Что Вам Надо Будет Мы Подъезжаем Подлетаем На машине Времени По Луне Когда Ленин Провалился Что Я должен Делать А Вот Когда Его Лысинка Появится Из воды То Вы Одним Пальчиком Нажмите На эту Лысинку Он Хребанет Воды Вместо Воздуха И Пойдет На Дно Минимально Необходимо Воздействие Это Даже Не Килограмм Сила Это Грамм Сила В общем Вот Все Что Надо Представляете Задумался Наш Этот Самый Владимир Ольхович Думал Думал С одной Стороны Стать Как Это Назвать Таким Благодетелем Всего Вся Россия Все о чем Мечтал И Он Герой А то Что Он Убийца Ну Он Толстой У Ленина На руках Крови Больше Ниже Нас Вот Согласен Подлетаем Мы с ним Проруби Так В 21 веке У вас Нет Вы Не Родились Ваши родители Никогда Не Встретятся Вот В этой Новой Реаль Никогда Шанс Просчитать Один Из Триллионов Это Невозможно Это Будет Совсем Другой Человек Как Как А что Мне Делать Вот Останетесь Можете Возглавить Петросовет Новостровский Первый Расстрелять Вот Понятно Вот Кто Против него Только Закон Можете Вот Остаетесь Или Или Не будем Топить Ленина Не 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 Обрат Владимир Поймите Вы Поймите Вы же В ваших Руках Судьба 300 400 Миллионов Людей Миллионов Коллег Которые Не станут Коллегами Миллионов Родившихся Которые Никогда Уже Не Родятся Только Того Что Вы Сейчас Не нажмете Ему На Это Голову Обратно Под Воду Ну Соглашайтесь Не 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 Я Назад Все Все Коммунисты Хорошие Все Молодцы Ну Что Выслушали Мой Рассказ А Чему Я Говорю Ничего Нельзя Было Это Самое Лавренти Изменить Почему Еще Я Не стал Говорить Чуть Не Назвалось Лавренти Павлович Только Потому Что Из-за Вашей Имени Я Взял Это Рассказ Простите Меня За За Отклонение От Садоводства Вот Это Я Рассказал Не Было Нас Вами А В 2020 Году 13 Июля Мы Должны Были Сидеть И Об этом Рассуждать И Никаких Других Вариантов Не Был И Никогда Не Жалейте То Что Я Говорю Вам И Всем Природа Так Устроено Время Так Устроено Что Было То Было Каждую Секунду Мы Жалеем О Много Кто Женился Кто Развелся Кто Уехал Кто Не Приехал Кто Вложил Деньги Кто Не Вложил Кто Поменял На Долго Не Жалейте На Каждую Секунду Вы Думали Что Вы Правы Изменить Ничего Не Могли И Изменить Вот Попробовал Жириновский Живым Остаться И Людей Благодеть Не Остаешься Там В этом Самом Жутком Морозе В 17 Году Вот И тебя Первый Расстреляет Попробую Только Пасть Рази Не Важно Кто Свои Или Эти Самые Белые Или Красные Остаешься И Плевать Тебе На 400 Миллионов Людей Из Которых 100 Миллионов 100 Миллионов Погибло От Пули От Биселис Вот От Рад Вот Так А вы Говорите Чего Это Вдруг Это Куда Это Мы Поперлись Слово Я Это Задел Гений Судово Судово Ну Спасибо Хоть За Гений Все Друзья Время Истекло Сейчас Я Попробую Попасть Мне Антон Валерь Все Больше Воли Дает Сейчас Я Попробую Попасть На Вопрос Ответ Потом Обдумайте Все Что Я Перестаньте Жалеть О том Что Не Случилось Потому Что Не Известно Пошли Вроде Бы Лучше А Там Вас Уже Ждал Автомобиль Где-то С пьяным Водителем Вот Где-то На Дороге Там Где Вам Казалось Будет Хорошо Например Переехали Или Не Переехали Меня В Москву Звал Этот Директор Института Молодого Сколько Где Я Почему Я Сказал Нет Сам Не Понимаю Вот Так Значит От Меня Это Зависимо Значит Мы Смотрим Сейчас Сюда Так Вспоминаю Сюда Ага Что-то Не То Что-то Не То Антон Валерий Без Вас Я Не Зайду А Вот Вебинар Слово Есть Ну К Я Сюда Попробую Вебинар Нет Пожалуй Это А нет Войти В комнату